Это незаконно все. Посмотрите, снимите высоковольтный. Под высоковольтный нельзя строить. Вишня, черешня, грецкий орех, алча. Около 50 деревьев неизвестные спилили, а после и вывезли. Земли соцкульбыта, рассчитанные под детские площадки, сейчас превращаются в бизнес. Землю продают. Возмущению местных жителей нет предела. Деревья, которые люди посадили больше 20 лет назад, сейчас вырубаются неизвестными людьми под строительство домов. Эту территорию мы сделали зеленой зоной. Посадили деревья, планировали делать здесь детские площадки, но нам не позволили. А сейчас приезжают люди, пилят деревья. Оказывается, они купили здесь участки. Поселок журналистов Марина появился в 1991 году. Участки были выделены законно журналистам газеты «Ленин Байрагы», которая позже стала называться «Яны Дюнья». Территория, где сейчас вырубают деревья, ранее не выделялась под строительство. Здесь проходят высоковольтные линии электропередач. Чтобы не занимали эти участки, мы договорились в горе-исполкоме, тогда этот был, Ермак был, по-моему, председателем. В горе-исполкоме лежит гарантийное письмо, что без нашего согласия не будут трогать эти участки, вот как раз эту полосу земли. По словам жителей, в случае на спрос земли в их районе участился местные опасаются, что такая же судьба ждет и остальную часть зеленой зоны, которая спасает их от ветров. То, что касается вот этих проблемных вопросов по выделенным земельным участкам, там из пилы, деревьев, на самом деле я узнал только сегодня от вас. В ближайшее время, уже после выходных, я постараюсь встретиться с жителями этих улиц, на которых, так скажем, есть эта проблема, которую они на сегодняшний день озвучат, и все-таки выяснить ту ситуацию, которая там сегодня сложилась. После чего уже будем принимать какие-то соответствующие решения. Если там, конечно, это все делается без каких-либо правовых оснований, то будем принимать соответствующие меры. Помимо всего, в поселке есть немало других проблем. Жители надеются, что после визита чиновников ситуация разрешится. София Шукурова, Аким Бикиров, телеканал Меллет.